Первое, спасибо всем, которые были здесь и некоторые, которые были в телевизоре, смотрели игры. Второе, поздравить Уралмашу за эту замечательную серию. Они играют экстраординарные, тренер, команды, игроки. Поэтому я хочу поздравить их за работу, которую они сделали. Из пяти матчей, которые мы с ними сыграли, тренерские штабы, игроки, персонал проделали хорошую работу, чтобы сражаться с нами на уровне. Особенно с Карасевым, в некоторых ситуациях, которые трудно понимать. Но, наконец, мы прожили эти проблемы, и мы могли закрыть эту важную серию для нас. Теперь мы должны восстановиться и быть готовы на сентябрь. Что касается нашей команды, конечно же, мы рады победе. Сегодня была очень тяжелая игра. Нам удавалось действовать намного лучше в нападении, чем в предыдущей игре. Что касается защиты, в принципе, по ходу матча у нас не возникало проблем, кроме последней четверти, когда у нас было преимущество, но мы не смогли закончить игру спокойно. Но у нас были некоторые проблемы с перебором фаллов и штрафными. Но, тем не менее, мы все как команда сплотились, и мы смогли выиграть эту важную серию для нас. И сейчас нам самое главное восстановиться и подготовиться к матчу в воскресенье. Чайк, тренер «Ролмаш» характеризовал игру команды как нестандартной. Как бы вы могли эффективизовать «Ролмаш» и игру, которую они оказывали на протяжении в этом матче? Они сделали очень хорошие работы всю сезону, играют противно и противно, пытаются遮рать игроков, пытаются использовать татик. Сегодня мы играем лучше против зоны, чем мы сделали в предыдущих игр. В игре 1 уже работали против зоны, в игре 2 работали против зоны, но они не ставили. Но, в игре 3, когда зоны пришли, мы продолжали играть. В игре 3 и 4 мы не играли хорошо, но сегодня мы играли немного лучше. Также мы были готовы для этих изменений, как в игре 5-5, 4-5, а также в игре 3. Для нас, Карасев в этой серии был очень важный игрок. Сегодня я хочу сказать спасибо ему, потому что он играет в инжуре, полностью инжуре, с инжекциями и все, потому что он имеет свой свой, чтобы помочь в команде. И для нас это было очень важным, чтобы иметь баланс. И, возможно, он уйдет на сентябре на сентябре, потому что это очень важный игрок для нас. И, возможно, стадий будет полный против Ческа. Мы нужны наши поддержки, чтобы не забыть, что у нас есть возможность. Мы работаем очень трудно, чтобы у нас есть возможность. И мы должны его использовать в правильный способ. Что касается «Уралмаша», то в течение всего сезона они проделывали великолепную работу. Они подстраивали свою игру и в защите нападения, чтобы извлечь максимальную выгоду. Они старались скрыть свои недостатки и, наоборот, улучшить свои сильные стороны. Если касаться наших серий с «Уралмашем», то у них была приготовлена зона, которую они не использовали в первой и второй игре. Тем не менее, мы были к ней готовы. Но в третьей и четвертой игре, когда они неожиданно поставили, у нас возникли некоторые проблемы в нападении. Сегодня, в принципе, они использовали ее, и мы показали, что мы готовы играть против зоны. Мы также проводим некоторые маленькие изменения с нашими большими, чтобы тактически подготовить их лучше к игре. Также я хотел бы отметить Сергея Карасева. Он сыграл действительно очень важную роль в этих сериях с «Уралмашем». И отдельно хотел бы поблагодарить его за то, что он сегодня играл с травмой, на уколах. Но все равно он смог помочь команде соблюсти этот баланс, чтобы команда могла сплотиться все вместе, сделать еще одно усилие и победить в этой серии. И надеюсь, что он также нам сможет помочь в серии с «ЦСК». Также хотел бы призывать всех наших болельщиков прийти и поддержать нас в серии с «ЦСК». Их поддержка очень важна для нас, и с их помощью мы сможем победить. Идете ли вы сюрпризов после «ЦСК» после того, как там, перед серией, куда он сменился главный Денин? Это будет очень много серии, это семьи, минимум, мы будем играть четыре. Поэтому мы будем работать с двух командами, тактически, от первого года до первого года до первого года до первого года. Поэтому я надеюсь, что все будет. У меня большой респект для нового «ЦСК», как я получил от всего «ЦСК». По-другому, часть нашего «ЦСК» является новыми «ЦСК» и потерять их «ЦСК». Это всегда всегда история моего «ЦСК». Но, первое, мы должны укрепиться хорошо. Теперь у нас есть «Булкин» из ростера, потому что он украл один фингер. Карасев с проблемами. Мы должны укрепить наших игроков, как мы можем, чтобы быть готовыми, чтобы понять, кто играет, кто не играет, и чтобы быть готовыми против них. Я думаю, что серия против «ЦСК» будет серьезной. В серии лучшей из семи матчей мы сыграем, как минимум, четыре. Конечно же, тренерский штаб проделает большую работу, как и с нашей, так и со стороны «ЦСК». В минимум четыре матча мы будем старательно работать над тем, чтобы стараться подготовить максимально наших игроков. Я с большим уважением отношусь как к прошлому, так и к нынешнему тренеру «ЦСК». К сожалению, это просто часть нашей работы. Иногда мы должны принимать, как есть. Это часть тренерского ремесла. И также это будут непростые серии, поскольку Вольхен не сможет… Вольхен сейчас травмирован, у него сломан палец. У Карасева тоже есть некоторые проблемы со здоровьем. И нам необходимо будет понимать, кто готов играть с «ЦСК» и вносить соответствующие коррективы. Я с простой, но такой важной победой недавно восстановился после травмы Каспер Уэя, который успел получить не так давно риск как лучшая перформанса этого сезона. Считаете ли вы его основной движущей силой «ЦСК», с которым он придется сражаться? Или там достаточно хороших игроков, которые могут не ставить ему проблемы? Спасибо большое. Каспер Уэй – один из лучших игроков в соревнованиях. Он соль из команды. Он лидер «ЦСК». Он отличный игрок. Он офенсивный игрок. Он может делать почти все. И они его очень нанесли. Наверное, предыдущий тренер не делал его работу, потому что он был уничтожен. Он очень важный игрок. Представляете, да? Но «ЦСК» – отличная команда, отличные игроки. Он хороший тренер. Поэтому мы должны играть очень хорошо, если мы хотим победить. Не только для того, чтобы заниматься одного игрока. Мы должны заниматься все. Мы всегда пытаемся это делать. Но, конечно, Каспер Уэй – один из ключевых игроков. Как и у наших игроков, которые могут делать хорошие работы в этих игр. Спасибо. Каспер Уэй проводит великолепный сезон. И «ЦСК» его сильно не хватало. Он не мог принять участие в играх из-за травмы. Я не могу сказать, что мы будем готовиться специально под Каспера. И что вся игра будет строиться через него. Поскольку «ЦСК» – очень сбалансированный подбор игроков. И также у них великолепный тренер, который знает, как использовать сильные стороны своих игроков. Но, тем не менее, действительно он будет одним из ключевых игроков для «ЦСК». И нам нужно определенно думать о том, как остановить его нападение. Каспер Уэй, насколько серьезное повреждение или травма Сергея Карасева, который, как вы упомянули, сегодня играл на уколах. Потому что до того, как вы озвучили, что он играл на уколах, не было вообще, по-моему, никакой информации, что с ним. «Карасев» стал из-за травмы в игре 3, после 9 минут, когда он играл. Поэтому это не что-то серьезное, скажем, что это будет долго, но это очень болезненно. Я могу гарантировать вам, что другой игрок сегодня, без компромиссов, не будет играть. Но он имеет эту штуку, эту штуку. Он хочет помочь в команде. Он хочет быть там все время. Многие игроки у меня, fortunately, такие, но он один пример для всех наших игроков. И мы увидим. Потому что после этого, мы увидим, как он будет. Я не знаю, если на сентябре он играет или нет. Сергей получил травму в третьем матче серии, где-то после 9 минут его на площадке. Я не могу сказать, что это серьезная травма, но она очень болезненная. И я, к сожалению, не могу гарантировать того, что он появится в матче в воскресенье. Но то, с какой самоотверженностью он сегодня помогал своим партнерам на площадке, несмотря на боль, да еще раз доказывает его приверженность команде. И я могу поставить его в пример другим игрокам по тому уровню самоотверженности и тому, как он помогает команде. Спасибо.